Песнь. Песнь. Тридцатьчетвёртая. Exil la regis prodeunt inferni. Они к нам приближаются, потому вглядывайся, сказал мой учитель. Не видишь ли уже их? Какое придыхание густого облака или когда ночь близится в нашем полушарии, кажется, издали мельница, вращаемая ветром. Подобное строение явилось тогда передо мной, так как дул ветер, я прижался сзади к своему вождю, ибо не было там иного убежища. Я находился уж и вношу это со страхом в стих там, где тени все были покрыты льдом и просвечивали из него, как из стекла блинки. Одни лежали, а другие помещались стоя, кто головой вверх, кто подошвами, иные наподобие дуги, обратив лица к ногам. Когда настолько мы продвинулись вперед, что учителю пожелалось показать мне создание, некогда обладавшее прекрасным обликом, Он выдвинул меня вперед и остановил, сказав Вот дис И вот место, где надлежит тебе вооружиться твердостью. Как я тогда леденел и онемел, не спрашивай читателя, я не пишу об этом, ибо нет слов, чтобы сказать о том. Я не стал мертвым и не остался жив. И вот подумай, если обладаешь каплей воображения, в кого обратился, лишившись и того, и другого властелин горестного царства. От половины груди подымался он над льдом, и более я сходен с гигантом, нежели гиганты с его руками. Сообрази же, каков должен быть весь он, чтобы отвечать лишь одной такой части. Если он был столь прекрасен, как теперь гадок, и поднял взор на своего Создателя, то от него должно исходить все зло. О, сколь удивительным показалось мне, когда три лица увидал я на его голове. Одно спереди, и оно было багряное. Два других соединялись с этим над серединой каждого плеча и сливались там, где темя. И правое показалось мне бело-желтым, левое, на взгляд, было такое, каким являются из мест, откуда нил не сходит. Под каждым выступали два больших крыла, как приличество подобной птицы. Парусов на море никогда я таких не видел. Не было на них перьев, но летучую мышь напоминали о ней, и он ими размахивал так, что производил три ветра. Оттуда весь кацит оледенялся ими. Шестью глазами плакал он. Из трех подбородков капали слезы и окровавленная пена. В каждом рту он жевал зубами грешника наподобие льняного мяла, так что троим доставлял муку разом. Переднему из них укусы ничто были рядом с царапанием, ибо по временам спина его обнажалась от кожи вовсе. Эта душа вверху, принимающая величайшую кару, сказал учитель, иуда искариот, чья голова внутри, а снаружи ноги. Из других двух, чья голова внизу, тот, что свешивается из черной морды, брод. Смотри, как корчится он, не издавая звука. Другой же кассий, кажущийся столь могучим. Но наступает ночь, и уже время удаляться, ибо все мы видели. Согласно его воле, я охватил руками ему шею, и он выбрал подходящее тому время и место, и когда крылья достаточно раскинулись, уцепился за взлохмаченные бока. С лохм на лохма опустился затем вниз, среди густой шерсти и ледяной коры. Когда мы оказались там, где ляжка образует утолщение бедер, вождь мой с усилием и утомлением повернул голову туда, где были его ноги, и ухватился за шерсть, как человек восходящий. Так что я подумал, что мы возвращаемся в ад. Держись покрепче, ибо по таким лестницам, сказал учитель, задыхаясь как усталый, надлежит нам удаляться от всего этого зла. Затем он вышел на край, где я присел, потом направил ко мне осторожные шаги. Я понял глаза и полагал, что увижу Люцифера таким же, как его оставил, а увидел вытянутые верх ноги. И впал ли я тогда в смущение, пусть сообразят люди невежественные, которые не знают, через какую грань переступил я. Поднись, сказал учитель на ноги. Путь долг, а дорога неблагоприятна. И уже солнце приближается к восьми утра. Не было прогулки по дворцу, места, где мы находились, на природной подземелье, шероховатую почву и без света. Прежде чем я вырусь из этой бездны, учитель мой, сказал мне, оставший на ноги, да бы извлечь меня из заблуждения, поговори со мной немного. Где же теперь лед? И как Люцифер помещен вверх ногами? И почему в столь краткий срок совершил путь солнца от вечера до утра? И он мне... Ты воображаешь еще, что находишься по ту сторону центра, где я вцепился в шерсть злостного червя, который протачил мир. Ты был там столько времени, сколько я спускался. Когда я прокинулся, ты перешел через точку, к которой тяготеют отовсюду тяжести. И ныне ты находишься под полушарием, противоположным тому, что покрывает собой великую сушь. И у вершины койва распяли человека, родившегося и жившего без греха. Ноги твои стоят на небольшой сфере, другая сторона которой образует джудеку. Но здесь утро, когда там вечер. И этот, шерсть которого была нам лестницей, все еще всажен, как и был когда-то, с этой стороны палом вниз с неба. И земля, что некогда тут затымалась, и страха перед ним обреклась морем и перешла в наше полушарие. И, возможно, дабы бежать от него оставила здесь пустоту гора, что видится там, и возникла вверх. Есть в глубине места, удаленно от вильзевого, настолько, сколько простирается его могила. Оно невзором, но шумом обнаруживается ручейка, который не спадает там через проточенную им скале щель, в беге извилистым, с небольшим уклоном. Вождь и я этим потайным путем вступили к возвращению в мир ясный. И не заботясь ни о каком отдыхе. Мы восходили, он впереди, а я за ним, пока я не узрел дивных созданий, носимых небом через круглое отверстие. Тогда мы вышли, чтобы вновь увидеть звезды. Продолжение следует... Продолжение следует...